Дорогие друзья! Сегодня мы впервые открываем празднование Дня нашей столицы на Красной площади. Здесь, в самом сердце столицы, особенно остро ощущается связь с прошлым. Отсюда в ноябре 1941 года уходили на фронт участники битвы за Москву. Спустя 4 года прошел парад в честь Великой Победы. И сейчас, когда мы готовимся отметить 70-летие героической обороны Москвы, я хотел бы сказать особые слова благодарности ветеранам. Вы очень многое сделали для мирного развития нашей страны и нашей столицы. И достойным условиям жизни ветеранов всегда будут уделяться самое большое внимание. Сегодня Москва – одна из красивейших и, скажу так, влиятельнейших городов мира. Здесь уже начали воплощаться в жизнь новые инициативы, такие как создание Международного финансового центра, а также создание нового административного центра в новых территориальных границах Москвы. Не буду скрывать, эта задача поистине исторического масштаба. Обе эти задачи по праву могут называться беспрецедентными. Но самое главное – они призваны сделать Москву самым благоустроенным и по-настоящему конкурентоспособным мегаполисом. Для этого предстоит модернизировать транспортную инфраструктуру и серьезно улучшить экологическую ситуацию. Создать условия для развития нового, в том числе, так называемого, инновационного бизнеса и внедрения новейших технологий во все сферы жизни нашей столицы. И в конечном счете сделать нашу дорогую Москву одной из самых комфортабельных столиц, комфортных для жизни людей, для работы и творчества. Расширяя административные границы, нам предстоит детально проработать очень многие вопросы. От генерального плана развития до оптимизации бюджетных отношений. При этом не следует забывать об истории, о сохранении исторического центра города, его богатого культурного достояния. Кстати, в том числе и федеральных зданий, зданий, в которых сегодня находятся федеральные ведомства. Ведь многие московские здания – это уникальные архитектурные памятники, которые являются по-настоящему памятниками своей эпохи. Столь масштабная и принципиальная работа требует привлечения квалифицированных, талантливых, неординарно мыслящих людей. Использование самых передовых методик, технологий, подходов. И, конечно, вся эта работа должна вестись в прямом диалоге с москвичами, с гражданским обществом. Надеюсь, что именно такой подход будет характерен для нового руководства Москвы. И в дальнейшем москвичи должны быть уверены при принятии любых решений, из самых значимых и, казалось бы, относительно небольших, власти знают и учитывают их мнение, а, стало быть, слышат их голос. Одна из важнейших традиций Москвы – это социальная направленность ее бюджета. И сегодня на эти цели расходуется практически 50% бюджетных средств. Активно развивается жилищное строительство, и только в этом году квартиры получат более 20 тысяч москвичей. Большое внимание уделяется благоустройству домов, а также благоустройству дворов, ремонту подъездов, улучшению общественного транспорта. В ближайшие пять лет предстоит открыть 35 станций метро. Это серьезная цифра. И, конечно, все это очень значимо для москвичей, для их комфортной жизни. Дорогие друзья, в столицу всегда стремились приезжать самые решительные, энергичные, уверенные в себе люди. Такова уж роль любой столицы в мире. Представляя разные народы, они, конечно, должны уважительно относиться к культуре и традициям друг друга. И в таком сотрудничестве залог успешного развития и Москвы, и всей нашей страны. Я искренне желаю Москве, всем жителям столицы, руководству города, успехов предстоящей огромной работе. Ведь сегодня на Москву смотрит весь мир. И я уверен, что наша любимая столица будет современным, благоустроенным и очень красивым городом. С праздником!